Основное свойство логарифма. Оказывается, что совершенно не зря называют вот эту функцию натуральным логарифмом. Оказывается, если вы берете натуральный логарифм от x, y, где x, y положительные числа, то это будет сумма натуральных логарифм. Вот это очень простое, но в высшей степени важное свойство. Так, кстати, кто знает, примерно в каком веке люди стали пользоваться логарифмами? В каком? Скорее. Ну, на самом деле, чуть позже. На самом деле, скорее, все-таки XVI век. Так, а каким способом была сделана первая таблица логарифмов? И вообще, что такое логарифм и почему логарифмы так полезны для вычислений? Логарифм по-тестепену числа по основателю. Умножение можно привести к сложению, а многозначные числа складывать гораздо быстрее, чем умножать. Замечательно. А как сводить? Уходить в числении и кустины. Замечательно. А вот представьте себе, что вы приехали на остров Му-Юма в Гав-Гав, Тяф-Тяфи, и у вас школьники, которые ничего не понимают. Можете в два слова объяснить, как делать? И вас лишили обзумевать компьютеров, книг, всего-всего. Вам нужно у них науку пользоваться. Замечательно. Как? Дело в том, что создатели первых таблиц логарифмов были ровно в таком положении. Им надо было как-то, что называется, дать народу логарифмы. Вот эта вся философия пишет классно, графики рисовать замечательно. Кстати, думаю, они даже не особо это умели. Это чуть-чуть потом, когда интегралы возникли. А у них-то было просто. Им нужно быстро считать, что для этого они должны были сделать. Знаете или нет? На самом деле, способ очень простой. Что? Может быть, наглядно на яблоках? Наглядно на яблоках. Это, конечно, замечательно. Но вы просто недооцениваете степень развития техники в том самом 15 веке. Им все это нужно было не для того, чтобы объяснить, что там, если ты мне дал два яблока, и я тебе вернула одно, то тогда это, на самом деле, ты мне дал одно яблоко. Вы не думайте, они были не идиоты. Они вообще тогда уже строили здания, которые там, не знаю, всякие... К того времени. Ну, даже не к того времени. Даже две тысячи лет назад строили такие здания, что... Нет, это невозможно сделать, пока вы такие вот идиотики с яблоками. Нет. Им это нужно было для реальных вычислений, для больших объемов вычислений, для ускорения этих вычислений. И для вычислений с большим количеством знаков после запятой. То есть, на самом деле, первые таблицы аллогарифмов изобретались с чудовищным количеством знаков после запятой. Потом уже, так сказать, отбрасывали потихонечку. И, понимаете, вот когда у нас сейчас есть компьютеры, и мы можем в любой момент посчитать с каким количеством, понятно, с каким хотимым количеством знаков, то в реальности мы можем уже считать с вами это количество. Потому что, если там надо будет, то посчитаем с каким надо. А тогда они, конечно, в начале создания таблицы аллогарифмов, они страшно боялись потерять точность и брали там... На самом деле, это всё просто. Берёт. Вы назначаете так называемое основание системы. Какое-нибудь число. Одна целая. Ну, например, одна миллионная. И после этого вычисляете, чему равняется А в квадрате. Чему равняется А в четвёртый, А в пятый, А в шестой, А в десятитысячный, А в двадцатитысячный. И считаете, считаете, считаете. Конечно, вы при этом можете применять разные формулы. Не обязательно каждый раз вот так вот. Вы можете, вы там понимаете, скажем, что А в десятый, это А в пятый, а в пятый, и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть тогда можно переключить некий промежуток перепрыгив. Так вот, для чего вы это делаете? Когда в какой-то момент вам дадут число, ну, скажем, число 1,673, то вы говорите, что это число больше, чем А в какой-то там степени, и меньше, чем А в какой-то другой степени. Идея понятна? Вам дают другое число. Скажем, 2 целых, я не знаю, там, 744 тысячи. Это больше, чем там что-то, и меньше, чем что-то. И после этого вы что делаете, чтобы узнать произведение? Чтобы узнать произведение, вы говорите, что здесь будет К плюс М плюс 2, а здесь будет К плюс М. Вот эти самые К, М, это и есть логарифм вот этого числа по вот такому основанию. Соответственно, при произведении логарифмы складываются. Поскольку у нас основание очень близко к единице, то вот эта вот там двоечка мало на что влияет. Вот, и, соответственно, вы складываете эти числа К и М, и по вашим таблицам находите. Идея понятна? Первые таблицы логарифмов делались, разумеется, вот примерно по такому основанию. После этого уже можно переделывать таблицы из одного основания в другое. Ну, я сейчас не хочу на этом подробно останавливаться. Вот, важно следующее, что вот вы здесь видите, что сумма К плюс М соответствует произведению этих двух чисел. Так вот, я сейчас докажу, что для натурального логарифма выполнено то самое основное слово.